Российский университет дружбы народов я выбрал не случайно, потому что мне всегда хотелось учиться в ведущем вузе страны, где есть возможность получить хорошее образование, пообщаться с большим количеством представителей разных стран и прожить такую интересную студенческую жизнь. И, конечно же, те знания, которые я получил в университете, безусловно, это очень сильный и серьезный багаж, который мне очень помог. Я с большим удовольствием всегда вспоминаю свою студенческую жизнь. И все то, что мне дал Российский университет дружбы народов. И наиболее запоминающийся, конечно, это подготовка к экзамену, когда есть чувство трепета, беспокойства. Но вместе с тем, если ты погрузился в подготовку, и в особенности, когда ты получил хорошую отметку, есть ощущение результата. Это и всевозможные совместные мероприятия, которые мы проводили со студентами. С иностранными студентами мы часто встречались как в корпусе университета, так и в общежитиях, для того, чтобы мы могли пообщаться и рассказать друг другу о том, чем живет та или иная страна, которую представляет студент. Мы проводили кулинарные какие-то мастер-классы, рассказывали друг другу, что едят, например, представители Латинской Америки или Африки. Какие-то совместные походы, которые у нас были. Опять же, благодаря Российскому университету дружбы народов у меня посчастливилось по обмену попасть в Испанию, где я провел несколько лет. Я учился в университете Валенсии. Необычайная страна. Я до сих пор восхищаюсь Испанией. Это не только климат, но и солнце, и все, что с этим связано. Соединенные Штаты также очень яркая страница. Я учился по программе MBA университета Чикаго. Это для меня, безусловно, возможность познакомиться с большим количеством людей, расширить несколько своих горизонтов и, несомненно, обогатиться знаниями, которые мне помогли в дальнейшей работе. Конечно, я не мог предположить, что я буду работать в банке с самого начала. Для меня было важно получить хорошее образование и личностно и профессионально развиваться. Так сложилось, что действительно я попал в банковскую систему и очень рад этому, потому что мне приходилось и приходилось работать на совершенно разных участках и отвечать за разные направления деятельности банковской. Прежде всего, конечно, это гуманитарные, как мы говорим, направления деятельности, например, юриспруденция, потому что длительное время я работал юристом, возглавлял юридический департамент и нескольких банков. Ну и постепенно, опять же, с учетом получения моего бизнес-образования, появлялись все новые и новые зоны ответственности. У меня всегда была цель, цель достичь нечто большего, обогащение определенными знаниями, интересная работа, достойное окружение, потому что для меня очень важно, когда рядом со мной друзья, коллеги, партнеры, которые помогают личностно, как я говорю, и профессионально развиваться. Я думаю, что это были основными мотивирующими такими элементами моей истории. Конечно, окружение действительно влияет, но от человека зависит, как он создает это окружение. Если он предпринимает определенные усилия для того, чтобы общаться с людьми, которые, как я сказал, могут его обогатить, дать ему что-то новое. И если он заинтересован общаться с людьми, которые, если угодно, сильнее его по целому ряду направлений в деятельности, которые могут передать какой-то опыт, то это как раз тот багаж, который стоит очень дорого. Я хотел бы пожелать целеустремленности, естественного желания идти вперед, получать знания и совершенствоваться. Совершенствоваться личностно, профессионально, соответствовать самым высоким стандартам, стандартам в профессии, на своем жизненном пути, быть ответственными, строить гармоничные отношения, ну и, если угодно, вдохновлять окружающих своим примером, примером поведения, учебы, движения вперед. Редактор субтитров А.Семкин